Друзья, всем привет! Сегодня 8 мая, в преддверии Великого Праздника, День Победы. Я, как депутат Совета Депутатов, поздравляю ветеранов Великой Отечественной Войны с их, конечно, естественно, большим праздником. В подарочный набор мы решили взять цветы, небольшую финансовую помощь и, соответственно, продуктовый набор от Клуба Ярополь. Ну и второй адрес у нас будет Зоя Васильевна, именно непосредственная участница. Она в годы Великой Отечественной Войны работала на передовой и спасала наших раненых. Пошли! Сейчас мы находимся по адресу Сычковского, дом 18. Приехали мы к Ускову Марии Филипповне. Она является трушником тыла. Это мой новый округ. В общем, вам цветы. Ага, большое спасибо! Так, небольшой финансовый момент обменяется депутатой. И все к столу. Все красиво и даже есть вот эта штучка. Ой, как вкусно! Это я сейчас подвезаю. А это я что, денег? Ну, небольшой, да, или нет? Угу, спасибо! Ты в Ускову тоже куриная красногорчанка? Нет, я Смоленцкая. Смоленцкая? А в Красногорске с какого года? Что скажу? С 43-го года. Кстати, 92 года вам, правильно? Да, 93-го. Вы очень хорошо любите себя в этом году? Стараюсь. У меня он мне дали сколько? Пока что. Я сейчас заходите, пожалуйста. Я работала на 30 лет, на 13-й, 813-й и 34-й завод. Ух! Это супруг у вас? Ему было 27 лет, так его нет сам. Это все мои. Понятно, что сейчас СВО. Сейчас как бы тоже много героев. И много подвигов идентичных, которые совершали. У нас в клубе также есть струженики тыла, которые в свободное время придут в сети, делают блиндажные свечи. Вы знаете, просто меня молодежь смотрит. Скажите, что у вас такое запоминающееся было в годы Великой Отечественной войны? Когда я партизанам хлеб носила. Партизанам? Это в Смоленске? Да. В Смоленске. Знаю, то место, помню. То место. Когда началась война, Киев бомбили, а к нам пришли уже как осенью. В 41-м. И мне давали кусочек хлеба, кусочек хлеба и сала. А в Красногорске вы уже здесь на тыл работали? Когда приехали, в 43-м. Ну да. А мы была как военная база. А мы ходили по воле. С наступающим. Самое главное на здоровье. Я вам телефон, я своего помощника оставлю, Виталика. Если что-то потребуется, в любое время дня и ночи, звоните. И, соответственно, мы поможем. Хорошо. Так, ну и приехали на мой старый округ к Зое Васильевне. Это ветеран, которого я веду со своего первого срока, с 2018 года. Мы помогли ей приватизировать квартиру, помогли ей ремонт сделать. Ну, многое. Пускай даже это сейчас не мой округ, но мы постоянно с ней на связи. И постоянно стараемся решить все ее проблемы, которые у нее возникают. Ей, кстати, 99 лет. И в следующем году, когда будет юбилей Победы, 80 лет, ей будет ровно 100. Поэтому я ей каждый раз всегда желаю здоровья, чтобы она все-таки дожила. Подарки все те же самые. Пойдем навестим. Говорят, даже, кстати, она в госпитале лечила самого сына Сталина. А сын здесь? А то он мне сегодня лайк поставил в телеграме. Да, да. Открыть, откройте мне, пожалуйста. Вот, сейчас открыли. Он открыл Васильевне. Здравствуйте. Никита приезжал мой. Милый. Здравствуйте. Да, я понял все, что я говорю. Ну, это хорошо. Значит, помнят. Но самое главное, что помнят не только 8 мая. Правильно? Вам святые. А я фурьяла и будники. Мы были финансовой помощи и все к столу. У меня молодые. Смотрят. Да, весь ваш мундит. Мы в любом случае на связи. Никита же приезжал недавно. Да, да, да. Приезжал. Там вопрос по платежам был. То, что пересчет какой-то не тут идет. И что-то по врачам. Врачи мне говорят, все равно ли на связи с вами или нет? Сегодня врачи и там приходили тоже, да. Зоя Васильевна, скажите что-нибудь молодому поколению. Да, любите родину. И да. Любите родину. Вас, я говорю, всего 8 человек из Красногорска, которые именно непосредственно были участниками. На нашей деле, смотри, категории участниками. Участниками. Вузники постлагеря и труженики тыла. Вот эти три категории. И в Красногорске всего осталось 8 человек, в том числе и вы, которые именно участвуют. Когда идут, я понимаю. Потом будем отвечать, дай бог, быстрее в другую победу. Именно ваши подвиги, всех ваших бойцов, на передовой на передовой победе. За победу. И в этот день Яропол говорит вам спасибо. Никто не забыт, ничто не забыто. И знают люди, и помнят небеса, твой храбрый подвиг.